доуп инк сегодня смотрим на новые цвета доуп инка прислал мне эти замечательные сквизеры магазин граффити маркет спасибо им за это ну и отдельное спасибо вот этим вот уважаемым людям это мои спонсоры на бусте только благодаря им этот контент и продолжает выходить если это тоже хочешь упоминаться видосах и получать всякие бонусы ссылочка на бусте в описании план какой мы сейчас не будем особо размусоливать через чернила куда смысла в этом не очень много мы соответственно так вот кстати по моему немножко пропитано перо все его не открывал до этого соответственно вот так вот прям делаем да вот тоже кстати клапан не герметичный здесь нормально были прикольный эффект наблюдая все вот эти вот подтеки хочется лишний раз упомянуть то что у меня есть вот такой вот видосик в котором я загущал 214 и он получался весьма привлекательным для использования сквизерах потому что на мой взгляд чернила все-таки эта вещь не для сквизера как мне кажется так ну что это все мероприятие у нас высохло выглядит она вот так вот и самое ближайшее что пока по ощущениям не могу вспомнить это мэтт скиллс мэтт скиллс правда были немножко пожиже и чуть-чуть по-другому вообще работали но сейчас посмотрим но очень похоже очень похоже понятно я сделал только хуже на синий краситель явно ничего у них ну в общем то как то так это выглядит если честно мне не очень понятно почему черный вот такими вот полосами лег то есть такого вообще по идее быть не должно тем не менее мы видим то что следов вот этих практически нет а черный вполне себе успешно разбылся причем настолько что даже здесь какие-то следы остались ну результат честно говоря ниже среднего сейчас попробуем на перекрыв но на мой взгляд уже как мне кажется стоит рассматривать 214 вместо долг инка у меня к сожалению все руки сейчас немножко в краске поэтому я не очень хочу трогать штатив но суть в том что здесь соответственно мы бафим красный цвет здесь бафим зеленый цвет и ниже там отдельно еще две буквы которые не видно они соответственно синего и черного цвета ну и ниже вот про что я говорил в синий и черный сейчас будем смотреть что из этого получится ну после первого слоя синий проявился прям хорошо черный не так хорошо зеленый вообще не очень хорошо красный красный достаточно неплохо короче говоря мне опять с того лень все снимать если в двух словах то все вот это перекрылась за 6 по моему слоев то есть хуже всех оказался зеленый три слоя потом перекрылся черный 4 слоя потом перекрылся красный 5 слоев ну и синий перекрылся на шестом слое что можно вообще сказать очень удивительно для меня как она все работает на перекрыв потому что на перекрыв она работает даже лучше чем 214 original и лучше чем 214 вандал им хватило двух трех слоев здесь три слоя это вот самый худший результат зеленого также очень даже вероятно то что такой хороший результат достигается благодаря сквизером то есть самих чернил больше на поверхности естественно их сложнее перекрыть в целом чернила довольно неплохие синие вообще мне понравились но синие черные красные мне понравились зеленым не особо хотя тоже вполне себе единственное что я бы и брал не в сквизере а в виде бутылок и заправлял боже в пятнахе и в другие какие-то инструменты потому что но все-таки чернила не для сквизеров вот как мне кажется вот вот такой вот сегодня коротенький видикс всех обнимаю и до скорых встреч